Согласно выводам судебного эксперта, представленный на исследование предмет является револьвером Айсберг, изготовленным заводским способом. Пока какие-либо выводы делать рано, правоохранителями по данному факту проводится проверка. Согласно выводам судебного эксперта, предоставленный на исследование предмет является револьвером Айсберг ГР-205, изготовленным заводским способом. Данный револьвер относится к спольному газовому оружию и огнестрельным оружием не является. Остальные два предмета являются гильзами газовых пистолетных патронов. которые используются для стрельбы из различных экземпляров ствольного газового оружия калибра 9 мм. Гильзы изготовлены заводским способом и к боеприпасам не относятся. Судебная баллистическая экспертиза представляет собой разновидность экспертного анализа, направленного на исследование огнестрельного оружия и следов его использования. Обычно она назначается в ходе расследования уголовных преступлений и позволяет установить важные для суда факты. Судебные эксперты проводят визуальный осмотр объекта, анализируют имеющиеся мелкие детали, фотографируют орудия. Также в числе задач определение типа представленного объекта. Следующим этапом, как правило, становится отстрел оружия. В тире на специальных приборах с соблюдением всех условий безопасности проверяются технические характеристики предмета, его пригодность к стрельбе. Это дело доверяется только опытным специалистам. Какой будет реакция у орудия при определенных обстоятельствах, знают только они. Судебно-баллистическая экспертиза назначается по фактам применения, незаконного изготовления, ношения, хранения, сбыта огнестрельного оружия, а также боеприпасов к ним, ствольного, газового, сигнального, пневматического оружия, а также иных объектов, относящихся к баллистической экспертизе. За 2021 год судебными экспертами Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области выполнено свыше 300 судебных баллистических экспертиз. Данная цифра говорит о том, что данный вид исследований является достаточно востребованным. Оружие на исследование попадает к судебным экспертам из разных источников. Например, одна из последних экспертиз была проведена для находки, обнаруженной при проведении сельскохозяйственных работ. Согласно выводам судебного эксперта, представленные на исследование винтовочные патроны изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия. Патроны используются для стрельбы из винтовки Мосина образца 1891-1930 годов, ручного пулемета Дегтярева, снайперской винтовки Драгунова и другого нарезного огнестрельного оружия, изготовленного под этот патрон. Все представленные патроны непригодны для стрельбы. Но так бывает не всегда. Некоторые экспонаты, хранившиеся в почве без поступления воды, сохранились достаточно хорошо и могут производить выстрелы, поэтому представляют опасность. Всего с начала года судебными экспертами Брещена был проведен не один десяток таких исследований. В каждом отдельном случае удалось дать качественную оценку предметам и их дееспособности. Продолжение следует...